Как справиться с нападками в социальных сетях и почему ответная агрессия это не решение проблемы? Финалист конкурса управленцев Илья Костунов рассказал будущим педагогам о том, как помочь ребенку, который стал жертвой кибертравли. У студентов Мурманского педагогического колледжа немало дисциплин. Нужно освоить основы риторики, педагогики и психологии. Но в этот раз к привычным лекциям добавилась еще одна неординарная. Финалист конкурса лидеры России Илья Костунов побеседовал с будущими педагогами о кибертравле или, другими словами, преследовании в интернете. Каждый третий ребенок, по данным уполномочий по праву ребенка, сегодня подвергался или подвергается кибертравле в интернете. К сожалению, этой проблеме не уделяется достаточное внимание. И в рамках моего социального проекта я провел уже вебинар совместно с проектом «Межнацакселератор». Мы вещали через интернет на 25 городов. По словам лектора, травля в интернете зачастую связана с межнациональными отношениями и проявляется по-разному. От едких комментариев до оскорбительных видеороликов. По мнению Ильи Костунова, чтобы справиться с проблемой, школьникам необходима поддержка взрослых. Я бы хотел, чтобы педагоги владели технологиями снятия конфликтов не только в школе классической травли, но и в том числе и в интернете. Потому что чем кибертравля опаснее, чем даже школьная? Она преследует жертву 24 часа. Специалист говорит и об ангелах мести. Так называют себя те пользователи социальных сетей, которые объединяются против агрессора и начинают его оскорблять и высмеивать. Следят за его активностью в интернете. Илья Костунов считает, что отвечать агрессии на агрессию неправильно. Это не только не решает проблему, но и может привести к печальным последствиям.